Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Обидел очень сильно мужчину, попросил прощения, читает, но не идет на контакт. То есть, предлагает еще какие-либо усилия, он очень дорог. Смотрите. Здесь что-то заключается в следующем. Во-первых, вы чувствуете вину. Вы чувствуете вину. До тех пор, пока вы чувствуете вину, это будет подпалкивать мужчину к тому, чтобы на вас держать обиду. Потому что это вызывает злость. Когда человек чувствует вину, то другой человек чувствует на него злость. Потому что человек как бы себя обвиняет, человек как бы себя бичует. И это бичевание, оно другому человеку передается через злость. Иными словами, чем больше вы себя вините, тем больше мужчине будет хотеть на вас обижаться. Тут дело бы не в том, чтобы извиняться. Тут дело больше, на мой взгляд, в том, чтобы донести до человека, то, что вы хотели, ну, как-то вот сказать ему, что вы хотели донести до него, да? То есть, ну, вот. Какая-то, ну, какая-то, ну, какая-то больше, наверное, позиция ваша. То есть, мужчине нужно донести свою позицию. Это первое. Первое, что нужно. Донести человеку свою позицию. Какой бы она ни была, эта позиция. Что бы она из себя не представляла, эта позиция. Нужно донести ее до человека. Нужно донести ее до мужчины. Пока вы этого не сделали, у него есть практически, практически. Легальное разрешение на вас обижаться. Это первое, что хочется сказать. Второе, что хочется сказать. А если человек не идет на контакт, как вы, как вы говорите? То здесь может быть одно из двух. Может быть, мужчине действительно очень обидно, ему очень больно. И он это пытается пережить. Вот. Ну, а просто это переживает. Вот. Переживает он это, понятное дело, как умеет, переживает он это, понятное дело, как может. Переживает он это, понятное дело, так, как у него получается. и в целом, как бы нужно, наверное, в этом смысле, просто дать ему время, вот, если вы хотите, конечно, если вы хотите, конечно, да, нужно дать ему время, чтобы человек вот как-то немножко остыл, чтобы человек как-то немножко отошел, потому что есть такие люди, которые вот обижаются, да, и обижаются довольно-таки, ну, сильно, вот, обижаются довольно-таки надолго, и сделать с этим ничего нельзя, то есть человеку нужно просто вот как-то, ну, прийти, прийти в себя, да, человеку нужно как-то вот отойти немножечко, чтобы все нормализовалось. Опять же, здесь больше история про что? Здесь больше история про то, готовы ли вы ему сами это время дать, вот, готовы ли вы дать ему это время, готовы ли вы, ну, как бы, ожидать, вот, если готовы, хорошо, ну, просто нужно иметь в виду, что ситуация, скорее всего, может повториться, вот. То есть здесь нужно понимать, что ваша позиция, какой бы она ни была, вот, именно ваша позиция, никуда не ушла, а, ваша позиция никуда не делась, а, ваша какая-то вот мысль, которую, как-то, которую вы выражали, она не исчезла, и не исчезнет, соответственно, и его, ну, не исчезнет и его, точка зрения, не исчезнет его отношения, да, вот, ничего из этого не исчезнет, поэтому это будет повторяться, и вам, соответственно, придется сталкиваться с тем, что человеку нужно будет время отходить от какого-то конфликта, да, отходить от какого-то, ну, непонимания, да, отходить от каких-то, ну, скажем так, неприятных ситуаций, да, и так далее. И сейчас вы не живете вместе. Сейчас вы не живете вместе. Но вы же можете жить вместе. То есть вы вполне можете начать жить вместе, например. И что будет тогда? Что будет, если вы будете жить вместе? А ситуация, например, она останется такой же. Она никуда не изменится. Вот. То есть на этот вопрос, на этот вопрос, на этот вопрос нужно себе ответить. Как я буду жить с этим человеком? Как бы мы жили с ним? Если бы, вот. Если бы мы, ну, вот, как-то, грубо говоря, ну, проживали вместе. Вот. Как бы мы жили с ним? В этом случае. Ну, например. Вот. Это очень важный момент. На мой взгляд. на мой взгляд. Потому что, если вы не сможете ответить себе, не сможете ответить себе на этот вопрос, и не ответите себе, а готовы ли я с ним, ну, с таким человеком проживать, который вот так, реагирует на конфликтные ситуации. Вот. Если я готова, это одно. И если нет, это другое. Понимаете, да? Поэтому здесь, само собой, нужна ваша позиция. Она очень важна. Дальше. Если вы спрашиваете, к примеру, стоит ли вам предпринимать шаги, какие-то вот, то я думаю, что в любом случае это означает то, что вы в себе сомневаетесь, что вы сомневаетесь в том, хотите ли вы эти шаги предпринимать. В принципе. И это нормально, что вы сомневаетесь, но вам, на мой взгляд, ну, нужно себе в этом признаться, что вам не хочется больше, например. Перед человеком извиняться вам, вы считаете, что вы сделали все, что могли и так далее. Вот. Это важно. Чтобы вы были честны с собой. Следующий момент. Вы не могли. Не могли. Никого обидеть. То есть вы не можете кого-то обидеть. Человек может обидеться сам. Сам человек обидеться может. Вы обидите кого-то? Нет. Потому что, обидеться или нет, ну, например, на вас, это активность, это выбор конкретного человека. Вот. Ну, то есть в данном случае вот мужчина. Да, мужчина выбирает обидеться, он обиделся, как бы все. Вот. Поэтому важно понимать, что как таковой вашей активности в том, что вы его обидели. Нет. Пытается он вызвать чувство вины у вас. Да. Вот может это, это другой вариант. Что человек пытается вызвать у вас чувство вины. Неосознанно, несознательно, как бы не специально он это делает. Это, ну, понятно само собой разумеющееся. Вот. Но. Это более чем возможно. Более чем возможно, что он пытается вызвать у вас чувство вины. Вот. Это попытка такая. Чтобы вы себя, значит, принизили, да. Вот. Чтобы вы как-то вот себя обесценили. И тогда ему будет хорошо. Это способ. Это просто способ. Один из способов обратиться с тем, что я чувствую. Мне, например, больно, что мне, например, ну, как-то тяжело, обидно и так далее. Вот. Это может быть один из способов. Так вот. История про обиды это история активности самого человека. Не вашей активности. Очень важно это держать в... Ну, в сознании. Очень важно держать это в сознании. Очень важно держать это в голове. Что вашей активности здесь нет. Вы за это не ответственны. Ответственны за это он только. Не вы. Он. Мать, да. Вот. Вы же, вы, ответственны только за выражение своей позиции. Вот. Которая у вас есть. Которая у вас может быть. И, ну, пожалуй, я бы сказал, что... Хорошо, что она у вас есть. Это... Это... Ну, это... Эээ... Позиция. Вот. Хорошо. И здорово, что она у вас есть. Вот. Но если вы будете брать... На себя ответственность, если вы будете себя виноватить. За то, что вы сказываете свое, там, мнение, да. Свою, там, точку зрения, свое какое-то отношение к чему-то. Вот. Эээ... Ну, как бы объясняя это. Объясняя, например, тем, что вот. Мужчина обиделся, там, и так далее. Ну, как бы, во что это превратится? Что это будет тогда? Понимаете, да? Скорее всего, ничего... Ну, как бы, ничего хорошего. Вот. Ничего хорошего не будет. Поэтому тут тоже такой... Такой момент. Тут тоже такой момент. Момент достаточно серьез-серьез. Эээ... Вот вы пишете, стоит ли прилагать какие-то усилия. Это означает, как я уже сказал, что вы сомневаетесь... Эээ... В том, стоит ли прилагать какие-то усилия. То есть, вы не уверены... Что какие-то усилия нужно прилагать, вы не уверены в том, что какие-то усилия вам хочется прилагать. Вот. А делаете это скорее всего из-за чувствовины. Естественно, можно какие-то усилия приложить, можно. Вопрос только в том, хотите ли вы, вот, хотите ли вы и чувствуете ли вы себя на самом деле так? Вот, ощущаете ли вы себя на самом деле так? Чтобы с уверенностью сказать, что ну да, я была не права, ну да, вот, ну не то сказала, что хотел, вот. Не так сказала, как хотел, вот. И если это ваша история, если вы ошиблись, если вы сказали не то, что хотели, то можно, ну, приложить дополнительные усилия для того, чтобы как-то, как-то до человека, ну, донести свою мысль. Вот. Но даже в этом случае, у него есть выбор, вас не слушать. У него есть такой выбор, вас не слушать. Нравится вам это или нет? Такой выбор у него есть. И что вы будете делать тогда? Что вы будете делать, если он все равно не будет вас слушать? Будете ли вы уже чувствовать, будете ли вы уже себя чувствовать обиженным в таком случае? Или нет? Поэтому, если и прилагать какие-то усилия еще, если и прилагать какие-то усилия, то эти усилия можно прилагать, на мой взгляд, только в том случае, если вы не будете чего-то ждать человеку. Если вы просто донесете до него свои какие-то мысли. Вот. Ну, объясните, поясните и так далее. Следующий момент. Вы говорите, он мне дорог. Хорошо. Если он вам дорог, давайте рассмотрим то, как он вам дорог. Что буквально из себя представляет его ценность для вас? Вот именно буквально. Буквально, что это за ценность? Буквально, как эта ценность себя проявляет, выражает? Буквально, из чего она состоит? Не зависит ли вы от человека? Понимаете? Не нуждаетесь ли вы в нем? Не боитесь ли вы потерять что-то, что он вам дает? Это тот, что делает вас зависимым. Понимаете? И ничего хорошего в этом тоже нет. Если человек вам дорог, хорошо. Хорошо, что он вам дорог. Замечательно, что он вам дорог. Но... Позвольте. Что... Что есть? Что... Что есть? Что... Вот эта история, что он вам дорог. Что... Что она... Такое? Эта история, что человек вам дорог. Вот. Потому что... Переживать ценность человека можно по-разному. По-своему. Каждый это делает, на мой взгляд, по-разному. И ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, как это делаете вы. Как вы переживаете ценность для себя человека. Вот. Понимаете, да? Если вы путаете ценность, например. Если вы путаете ценность с зависимостью от него, например. То, я повторюсь. Ничего хорошего. Из этого не будет. Эээ... Мужчина... Ну, как... Как и любой... Человек. Эээ... Просто будет видеть, будет чувствовать, будет знать. Что вы от него зависимы. И будет себя вести соответствующим образом. Даже если... Предельно тепло к вам относится. Ибо, извините, вы сами даете ему карт-бланш. Вот. Такая история. Эээ... Эээ... Очень легко... Себя обесценить. То есть... Ну, вот. В том, например... Эээ... Что человек вам ценят. Да? Очень легко себя обесценить. Очень легко... Обесценить другого человека. Это правда. Поэтому наша... Наша задача... Заключается в том, чтобы сделать это предельно внимательно. К вам. Чтобы сделать это предельно... Эээ... Предельно бережно. К вам. Чтобы не обесценить. То, что стоит на вам. И помочь вам разделить. Одно. И другое. Может быть... Стать от него более независим. Независимой. Точнее. Понимаете, да? Эээ... Сейчас у вас. Пока что. Может быть. В полном объеме. Это не получается. Но... Психолог поможет. Вот. Можете мне поверить, что ничего плохого в... Каком-то... Чувство вины... Чувство вины нет. Ничего... Ничего хорошего, извините. Ничего хорошего. В... Чувство вины нет. И любые действия... Из этого чувства... Из этого чувства... Приводят к еще большему негативу. Нравится нам это? Опять же. Или... Нет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Следоваться. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.